Всем привет! С вами Татьяна Аврова. Сегодня хочу поделиться с вами очень простым старинным рецептом народной медицины. Это домашний морковный сироп. Этот сироп на основе моркови и меда уникальный. Он избавит вас от кашля даже самого запущенного, удалит мокроту из легких и вообще незаменимая вещь в осенне-зимний простудный период. Мне этот сироп помог после простуды, когда казалось бы простуда уже прошла, а кашель все никак не отпускает. Ну и плюс ко всему сироп очень приятный на вкус. 500 грамм моркови моем, чистим и нарезаем на небольшие куски. У меня достаточно крупноватые куски, лучше конечно порезать помельче. Добавляем к моркови 200 миллилитров горячей воды, лучше даже если это будет кипяток. Ставим миску с морковью на плиту, доводим до кипения, а затем готовим под закрытой крышкой на самом медленном огне до тех пор, пока морковь не станет мягкой. Снимаем миску с морковью с плиты, открываем крышку и оставляем остужаться. Когда морковь остынет вместе с жидкостью, которая осталась после готовки моркови, взбиваем все блендером до состояния гладкой однородной пасты. Добавляем 3-4 столовые ложки меда. Здесь очень важно, чтобы мед был натуральный. От искусственного меда, я думаю, эффекта никакого не будет. И хорошо все перемешиваем. Сироп от кашля готов. Конечно, по своей консистенции и по виду он больше похож на пасту, на пюре, но так этот сироп называли в старину, поэтому название я обменять не стало. Перекладываем сироп в баночку. Желательно, чтобы это была стеклянная баночка, не пластмассовая. И дальше хранить его будем в холодильнике. Используйте это чудо-средство, как только вы почувствуете, что начинаете покашливать, особенно в осенне-зимний простудный период. По 1 столовой ложке 3-4 раза в день и практически дня через 2 должно наступить улучшение, а возможно и полное избавление от кашля. Сироп очень приятный на вкус, а значит он должен понравиться детям. И вам не нужно будет заставлять ребенка принимать это натуральное, без химии, чудо-лекарство. Поделитесь этим рецептом со своими друзьями и близкими. Они вам будут благодарны. Всего вам самого хорошего и будьте здоровы! А чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И всего вам самого-самого доброго! До встречи на канале!